Здравствуйте! Итак, сегодня 6 апреля Старт гонки на собачьих упряжках Надежда Поселок Лорино Горы будто висят в воздухе А там дали вход в Мичугненскую губу С Николаем Колянде, главным судьей соревнований Мы идем на старт Николай, расскажите, пожалуйста, вкратце Что это за гонка? Надежда Я не знаю, я потом расскажу Потом? Ну что вы не знаю, вы же считали в интернете В мире ездового спорта Гонка Надежда стоит особняком Она возникла в 1991 году И ее основа Традиционные состязания на собачьих упряжках Коренных народов Чукотки Ведь уже давно до нее Многие столетия здесь, на самом краю Северо-Высока России Такие состязания устраивают каюры Одного или нескольких соседних поселков Расположенных в основном На морском побережье Гонка Надежда Не имеет четко закрепленной трассы С фиксированной длиной Трасса определяется каждый год Ее маршрут и протяженность Зависит от погодных условий Количество снега на том или ином Участке маршрута И финансовых возможностей Оргкомитета Вот он с карцером А это скорее берингийская нарта Не чукотского образца Ну а вот классическая нарта Чукотская Якорь прочно вбит в насты Для надежности закреплен топором Чукотская издовая Самый надежный транспорт Тверо-восток России Кингит Кормит собак Из моржа Вот он за шутиру Это две минуты Тантует Калилов Геннадий Номер один Варина Денис Калилов Геннадий Ускоряйте бег на сайте Некоторые собаки обуты в бахилы Чтобы не повредить подушечки лап Как правило используются традиционные Чукотские или по-другому Колымские нарты Вот такая нарта На четырех копылях На таких нартах каюф сидит А тормозит палкой С металлическим наконечником А столом Спереди нарт есть упругая дуга Чтобы отбивать торосы на льду Роман Анкарольтон Один из самых молодых участников гонки Он родился в самом начале 21-го тысячелетия Как по времени Так и по месту расположению Ведь именно здесь на Чукотке зарождается новый день Некоторые каюры используют нарты по типу аляскинских На них каюр едет стоя Тормозит тормозной площадкой Но все эти нарты и упряжки рабочие То есть жители используют их зимой Для поездок из одного поселка в другой А также для зимней охоты на тюлине и моржей Дрейспующих льдов или кромки припая Сейчас используют только цуговый способ запряжки собак К центральному потягу крепятся боковые ответвления Аллыки, которые одеваются на собак Первыми бегут вожаки, которые четко понимают команды И ведут для собой всю упряжку В санях каюры везут необходимое снаряжение В него входит корм для собак на сутки Кастрюля для приготовления горячей пищи для собак Теплые вещи, топор, фонарь, компас Наличие всего этого обязательного снаряжения проверяется перед стартом В каждом поселке в промежуточных точках дистанции Есть заготовленный корм для собак По правилам соревнований во время гонки каюры не имеют права менять своих собак И если собака поранилась или заболела Каюр должен везти ее на санях Количество собак на стартом кинише также фиксируется судейской бригадой Бригада сопровождения с вещами с большой аптечкой следует за гонкой на вездеходах В упряжке допускается иметь от 8 до 12 собак На коротких перегонах, а сегодня в общем-то короткий этап 35 км Собаки разбивают скорость около 15-16 км в час Это лидеры Вездеход в стороне, конечно, не очень-то приспособлен для съемки Здесь сильно трясет Мы не должны пугать собак, не должны портить трассу Едем в стороне И должны обогнать всех, чтобы прибыть на финиш раньше упряжек Чтобы фиксировать время их прибытия Гонщики стартовали с интервалом 2 минуты Но здесь вот уже некоторые догоняют друг друга Это где-то середина дистанции Гонщики Прибыли на старт соревнований из поселков, расположенных на побережье Чукотки Это Янракеннот, Лорина, Уэлен, Инчон, Энурмина и Нешкан Через эти поселки, кроме Янракеннота, и лежит маршрут гонки В этом году она идет до поселка Нешкан И обратно тем же маршрутом Да, гонка идет по тундре, не по океану Вон вдали видно, что Берингово море открыто Каюры приезжают на старт своим ходом На своих упряжках Конечно, перед стартом собакам дают пару-тройку дней отдохнуть От Нешкана до старта около 325 километров И гонщики, которые прибыли из этого самого дальнего поселка Пройдут в результате свыше тысячи километров Приз соревнований 1 миллион рублей За второе место 700 тысяч рублей За третье 500 тысяч Есть за что побороться На каждом этапе гонки фиксируется время прохождения этапа Результаты всех этапов суммируются И так определяется победитель В первый день гонщики стартовали по жеребьевке В дальнейшем на старт первым будет выходить лидер предыдущих этапов И за ним по порядку отставания стартуют остальные Старт на коротких этапах идет с интервалом 2 минуты На длинных этапах гонщиков выпускают с интервалом через 1 минуту Самый длинный этап гонки это 135 километров Инчон и Нурмина Ну и второй завтрашний этап Лаврентий Уиллен также значительный 102 километра Раньше собак погоняли кнутом Сейчас его не используют Собаками управляют с помощью голосовых команд На протяжении всей гонки важно время от времени подбадривать собак разными покриками Выводя их из некоторого торможения Замедление в которое они впадают во время бега Или песенками Возможно отсюда и пошел образ чукчи на нарте Который что видит то и поет Первая упляшка пришла Наш ветеринар с большой зеленой сумкой на ремне тут же осматривает собачек Геннадий Томилов лидер сегодняшнего этапа 35 километров Провел свою упряжку по маршруту за 2 с четвертью часа Хоть раз приходилось останавливаться или все время ехали? Нет, в туалет ходили А, на ходу? Нет, останавливались Останавливались все Главное тапочки, чтобы не сломали ноги Понятно Нахожусь примерно на тринадцатом-четырнадцатом километре трассы От Лаврити к Уэлену Здесь проходит второй этап гонки на собачьих упряжках Надежда Я стартовала сегодня гораздо раньше собак Ну и собаки сегодня стартуют не поздно Пять утра Потому что на сорковом километре на перевале там метет А сегодня еще ухудшение погоды Второй половине дня обещали Поэтому я выехала вообще очень рано Не знаю, сколько мне удастся пройти Хочу пройти, конечно, до конца Но я не могу задерживать замыкающий транспорт Если меня обгонят все упряжки Придется сесть в вездеход или в другую машину Но пока три часа двадцать минут утра Я стартовала где-то час тридцать ночи А сейчас уже расцветает Вот такая замечательная трасса Можно ехать коньком Я перешла уже Пролив залив Павлентия Ну там снимать не снимала И сейчас это то коньком, то классикой Тундра Это пологие подъемы и спуски Но только от залива был Достаточно крутой подъем И вот такие вешки тут размещают транспорт Вот эта вешка Сейчас их уже хорошо видно На ней как даже отражатели стоят И вот уже рассвет скоро То есть восход Вот такая тундра вокруг Оттуда я иду И вперед с флачки то же самое Разгорается Заря восхода Да, это была моя мечта Пройти 100-километровый этап Лаврентия у Элен На лыжах За один день Да, вдруг откуда не возьмись В безветрии Из котловинки Красота Можно перекусить Уже, наверное, двадцатник прошла По времени Погода очень резко меняется Сейчас тут потеплело Здесь засопками не дует А то Перед этим мне сейчас пришлось Вообще И куховки надевать И штаны теплые Сейчас хорошо С ума отбросаться Иду Теплых Сейчас уже можно снимать Тут Туда уже заглянцевалась Коньком отлично катить Были бы силы Вот она Трасса Тут параллельно идет Много следов Но Собачья трасса Она вон вешкована Вон вешка впереди Сейчас где-то Трискатый километр Прошу А впереди Вон там Горы видны Где-то там Перевал Где Говорят Сильно дует И может Заметать Переметенка Быть Надеюсь Успеть туда До прихода упряжек Вот Потеплело На солнышке Даже капюшон сняла А то Приходила сейчас все время И подбородок кутать И горло От встречного ветра Очень Очень холодно было Продувает Насквозь А здесь Ну просто затяжок Сейчас Курорт начался Не знаю Долго ли продлиться А там где-то Недалеко Может это уже Море А Отпуск Где-то Примерно На первой-третьей дистанции Меня догоняет Михаил Тельпин Это фаворит гонки У него Не чукотская издовая В упряжке А камчатская издовая А следом за ним идет Уже известный нам Геннадий Томилов Поднимается ветер Собаки идут Против небольшой поземки А глядя на гонщика Иногда Возникает впечатление Что он спит А вот тут ветер На перевале Ну не сильно Да не залаем Нормально Когда здесь Кольцо Это пучок Но трассу пока Хорошо видно Гонщик Похоже Уже надел маску От ветра И От снега Одежда Каюров Кухлянка Куртка Или Полушубок Всегда Защищена Камлейкой Глухой курткой С капюшоном Сшитой Из легкой Брезентовой ткани Ну а собачкам Такая Небольшая Пурга Нипочем На вопрос По каким признакам Отбираете собаку Упряжку И какую породу Предпочитаете Известный уже нам гонщик Геннадий Томилов Ответил Выносливость Скорость Хорошая шкура Крепкие и ровные ноги Родословная Чукотская порода Чукотские ездовые собаки Обладают Федоминальной работоспособностью И выносливостью И должны совмещать Себе казалось бы Несовместимое качество Для успешной Работы в упряжке Им надо подавить Охотничьи инстинкты Но в то же время Они должны Суметь защитить Хозяина от медведя И помочь ему В охоте на нерпу Да Здесь на перевале На 42-ом Примерно Километре трассы Задувает уже Очень сильно Иногда я даже Не знала куда идти Только по тому Куда направляются упряжки Понимала Где проход К перевалу Но это редко было Конечно Внизовка Она идет Такими порывами То видно То не видно Дальше Дальше Ближе к Уэлену На перевалах Метель была еще сильнее Некоторые каюры Слегка сбились в пути А упряжка Молодого гонщика Егора от Тенома Встретилась с белым медведем Тот шел подаль Но собаки заметили его И рванули вслед Медведь стал удирать Его рост Стоило огромного труда Удержать упряжку За перевалом был Конечно затяжок Но впереди Ожидалась еще большая пурга И Главный судья Сказал Чтобы я ехала дальше На вездеходе У тебя все мужики Попили чай А я не пила Вот только что залила Ожид, спасибо Ждала тебя Спасибо Наш странник Прибыл в Уэлен Здесь же перевал Именно в самом Восточном Краю земли Была совершенно Другая погода Куржила Однако весна идет Стая на пролете Виден скалистый мыс Уэлен За ним там кекурный А вот вершинки Собочек В облаках Здесь уже у берега В Беринговом проливе Мощное торошение Единственная улица Поселка Идет По Уэленской косе И в большие шторма По ней Могут перекатываться волны Из моря В лагуну И обратно Собаки ночуют Под открытым небом В любую погоду Их выпрягают Из упряжек Из лыков И за ошейники Привязывают к веревке В том же порядке В котором они работают В упряжке Здесь Как и на каждом другом Промежуточном пункте Наш дал Заготовленный корм Для собак Но и здесь Он оказался Сильно перекисшим Обязательно должны Завтра уехать В следующий пункт Я начала в школе Гонщики Выходят на старт А ты кушал? Да Сегодня сильно пуржит Старт детских упряжек Отменен Взрослые пока собираются До свидания Каюры Из какого поселка? Влеченок 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 Местные Местные можно сказать Влеченки Местные можно сказать Новые 10 Скажите, для вас этот старт первый или нет? Нет Сколько раз уже участвовали? Сколько раз Прямо по дороге Когда мы выпустили всех гольщиков, у нас осталось немного времени осмотреть поселок Вот так вот здесь по крыше все завалено И ступеньки, и двери Вот обычный дом здесь, вот такие Здравствуйте Ой, здравствуйте Ну что же я снимаю? Мы пришли сказать, что так состоялся, и мы выезжаем на ленчон Хорошо Метет, метет вылетит В команде сопровождения у нас еще пять снегоходов Кто-то едет впереди, прокладывает дорогу Некоторые едут сзади Смотрят, чтобы никто не отказался Пуржит, пуржит ванчон Не ждем три уфляшки Еще не финишировали они На этом перегоне у Елены Чон очень сильно пуржило Даже наш странник, вездеход сбился с пути Мы выезжали только по навигатору Как там на перевале-то? Нормально Пуржит Пуржит, а вы не сбивались с трассы? Нормально? Вешки видны были? Не холодно? М-м-м Молодцы, молодцы собаки Против ветра и пурги бежали А вот и космический корабль, в котором мы живем Это окна школы, окна спортзала Это апрель На ночлег всех каюров в основном забирают по домам местные жители А группу сопровождения размещают в школе Да, здесь, на восточной оконечности нашей родины, на Чукотке Чувствуешь себя не то, что на острове, на другой планете Вот такая пурга, венчонье Выходишь на улицу, как в открытый козырь Здание школы, ангар Только усиливает это впечатление Здесь в Венчоне два таких здания Школа и фельдшерский акушерский пункт Все окошки занесены, некоторые только расчистили Ну, а что мне космическая станция? На завтра старт гонки отложили А вы давно здесь живете? Ну, с рождения С рождения, да? И сколько у вас здесь народу проживает? Всего 424 Чисто, как бы, коренное население 417 Часто бывает Пурги частые, в основном, начинают ближе к весне Пуржит очень сильно Ветра также бывают в основном на север, а северо-западные И начинают уже потом заметать все Поселок полностью, весь снегу То, что у нас в Москве БМЧС делал бы предупреждение на такую погоду Здесь это обычное явление Вот он, поселок Инчон Улица поселка Все переметено Свежий снег Ой, в клее Крыши в школу У вас когда занятия в школе отменяются? Вот если мороз, там, есть такое? Да, есть, если мороз больше, ну, как бы, до 30 или 35 И когда, видимо, стенят, чтобы идти в школу То тогда звонят уже на домашний телефон И предупреждают, что школу отменяется Не поняла, до 30, то есть, если теперь... 30-35, а если, например... Там 28 еще можно идти? Вот так живут люди на краю света Здесь во дворике поменьше задувает Домики так и полукругом стоят Мы думали, там медведь бежит Да, это были три больших собаки Четыре больших собаки Понятно А вы потом смотрите? Потом могут все посмотреть, кому интересно, как вы тут живете Вот тут будет... Даже можем снег лицом Ну да, я смотрю, вы очень морозоустойчивые Раз, два, три Ладно Это вот такой вход в жилой дом Все засыпано снегом Чтобы в предбанник зайти Такой узкий лаз Сейчас все замерзло и пружит А когда океан не растаян, и через поселок шторма может переклестывать волна Преграждение, чтобы вода через поселок не проходила Не, ну она проходит через поселок как бы волна, но она же не с крышами Нет, там просто как бы волна поднимается и уже вода сама не накрывается То есть это вот в эти осенние шторма так бывает, да? Да Да, суровая у вас тут жизнь Сегодня пурга уже поменьше, мы идем к мысу Равы клоун, вон она впереди Равы клоун, вон она впереди Такие завтраки Свежие переметы Поселок Нурмино уже стоит на берегу Северного Ледовитого океана Чукотское море Не Нурмино, а Энчион Это поселок Энчион Приближаемся к скале Равы клоун Вот оно, это место около Нурмино, считается одним из самых красивых на Чукотке Но мне кажется, что около мыса Дежнила тоже очень красиво И туда пошел океан Ледовитый Дырявый камень В переводе с чукотского Здесь вездеходный след Ну, не только вездеход, буранный Не заметается Здесь под скалами больше затяжок такой Или выдувает все Метров 70, наверное, скалы Трудно оценить По высоту И вот такой туннель Трудно оценить Трудно оценивать Трудно оценивать а сейчас мы решили подняться на сопочку которая над мысом здесь на склоне очень твердый наст он отлично держит вообще не проваливается вдали темной полосой бедном это поселок инчон а дальше все открыт океан там впереди еще вершина сопки инчон высотой 370 метров но может быть туда мы не пойдем только здесь сейчас посмотрим к обрывам близко лучше не подходить там могут быть козырьки снежные вот такие они окрестности поселка инчон поселка действительно на краю вот это звероферма песцовая вот такая там вверху клетки тут вот на краю поселка она стоит вот такие космические здания стоят здесь в инчоне вот такие современные здания в поселке все очень аккуратно красиво вполне благоустроено собачки используют день отдыха вполне по назначению спят невзирая на погоду вот так вот вот в конце вот 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 Собака кормит похлебкой из всего, что осталось от еды. Похлебки, рыбы, мясо, крупа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Леонид, местный житель поселка, показал нам песцовую звероферму. Раньше шкурки издавали на фабрику в Иркутске. Теперь со сбытом проблемы, еще недавно частный предприниматель закупал на пошив изделий. Корректор А.Кулакова 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 Вот осенью приезжайте, приезжайте, ой, вот это красиво А, вот осенью они вот голубые, да, сейчас они во время гона не осень, да? Да, они не сильно красивые, не сильно они красивые, а сейчас Это вот они, вот это у нас четные, это у нас самочки А, самочки, ага Нечетные самцы Пестам не хватает свежей крови, вырождаются Нужно привозить дверков из других дальних хозяйств Песцы, которые содержатся на звероферме, в отличие от диких песцов, на зиму не белеют У нас же подводная лодка У нас подвозная вода, машина у нас развозит по населению в бочке Летом, зимой, осенью круглый год Воду заносим также, ведрами набираем Мы живем в школе, да, и там ведь кран, туалеты нормальные Там рядом со школой стоит котельная И в котельную завозят туда в емкостях уже воду Тоже вот из этой же речки, куда и во все дома завозят, да? Такое же снабжение, да? Да Ну, просто, ну, сложно И так все обустроено Вот так вот воду привозят Ну, вот, хотелось бы вам куда-то переехать, или вам здесь нравится? Мне нравится мой поселок Переезжать пока думаем В плане есть, но пока еще неизвестно когда Как вот сюда, фрукты, овощи, все это только самолетами, кораблями? Да, я только вертолетом и наземным транспортом, треколами и вездеходами То есть завозится, то есть не самолетом? Нет, самолеты к нам не прилетают Ну, вертолетами А, вертолетами, да? Идем О, здравствуйте О, здравствуйте А что, нормальные цены Галеты 150, нормально Лук сусонный Ну, сусонный, он и у нас дорогой О, гречка возле с рублей Отлично Кто? Все, подряд Кто-то еще был? Конечно Легче мне самой, помогите мне с вами конкретно угощать Да? Что такое? Я не могу шапку один Ну, восемнадцать, не хорошо Так, ну, смотри Паштет Паштет? Один паштет Ковченый свечный, да? Да, нет, и какой есть Так, здравствуйте Здравствуйте Извините, я не достучала Вот обычный дом Который На краю света На краю света Который был построен В каких годах? При Абрамовиче, да? Так 2008 2007 2008 2007 Понятно И какое тут отопление? Вот здесь у нас котельная Отопление Ага Антифриз А топим углем А углем, да? Ага Здесь живет семья Владимира Рультона И Надежды Лесниковой Владимир Раньше работал в морозверобойной бригаде Но теперь, после болезни Работает в школе А у вас детки есть, да? Ну, дочь учится в Анадыре На кого? На кого она Профиль там, в общем-то В колледже или в лицее? В колледже Ага Прикладная информация Ага Ага Дедушка Ага А еще, кроме дочи, есть детки? Сын Он уже взрослый Отслужил Вот Но живет с дедушкой С моим отцом Ага Здесь начало? Да Да Смотри, какие прикольные Зеленые Лето такое Молодцы Сами люди себе создают за строение Да А здесь космос такой Вообще, озеро какое классное Озеро? Ага Да Мозки называют Итильхин Итильхин? Ага А то я все Монтак говорю Монтак это поиски мозг Монтак это поиски мозг Ага А у нас все тихо Сейчас Все то же самое Только по другому Сидеть Нас хотят угостить национальным блюдом Шкуре кита По Чукотски Это итильхин По Эскимоски Монтак Делаем 5 минут Вытаскиваем И потом Замороженную кожу Заливают кипятком И выдерживают так Около 5-10 минут Настоящий Женский нож Чукотский Пекуль Называется Да Мы были рядом с хребтом Пекульней Мы С моим кайком Ну вот Кожа кита просто в горячей воде полежала Ну что Оттаяла Теперь соевым соусом Да Много лет Вот здесь у нас за скалой Есть Лежбище Моржей Вот В каком-то году приезжали Испугали И сколько-то лет Много лет не было их моржей И в прошлом году Впервые за много лет Вот там были моржи Вернулись Якобы Как Старожилы Наши гайки И Они Жаловались Потом Что Если будут приезжать Туристы На кораблях Они же Выгружают их На лодках И вот Подъезжали туда На лодках Запретили И жаловались Из-за того Что Моржи Перестали На наши Лежбище Все Перед скалой Перед скалой Было лежбище И тогда Когда Западный Юго-западный Ветер был Не топили печи Вообще Чтобы Не отпугать В основном У нас здесь Море кормят Охотники Есть Тарожила У нас И Хозяин Каждого Нашего Места Угу Сегодня Хозяин Нежбище Хозяин Нежбище Вот А Не Там В Хозяин Нежбище О том О том Что Можно ли охотиться Нет Спрашивает Духов Вот Задавривает Ну и потом Разрешает Поезжать Уже Охотник Охотник А как они Без разрешения Не Не Разрешает Бригада Да Ну смотри А как духи Ну как понять что духи Ну дают разрешение Здесь Остановиться Или пойти на охоту Какой они ответный знак дают Так сложно Однозначно Ответить Вот Этого мы Точно не знаем Но Вот Они знают Кто Старики Старики Именно старики только Да Вот Как бы Это Хотя Они Дельку Наверное Туда Ваврентий поехал Ну да За оружием Так Разрешение Получить На которую Переход Ну без проблем Дают разрешение Да Да Он врачей прошел Сделал оплату А кто придумал Вот именно так Резать Ну Ягученными кусочками Вот Мелко-мелко-мелко Как-то Ну Не знаю Моя мама так резала С белыми медведями Бывают Встречи Белые медведи у нас есть Но Вот как вот В этом году не было Вот у нас были Вот там За Этим За островом большим И вот Оттуда До Эльмутагина Для тех сопок Там Сколько там Много было Медведей Много Можей было Ну Больше десяти Это точно Да? Мишка? Угу Так Поселок Не заходили У нас Стараются Если допустим Они чувствуют Тушу моржа Где-то Вот там И Собираются А там У нас Забой Обычно проходит Моржей На той стороне Где Начинаются Сопки Вот И там остаются Когда Забой проходит Они Оставляют Мясо Вот Эти Делают Кунгут Сворачивают И там Оставляют Где-то Бревнами Или Прикрывают Или яму делают Туда Складывают Прям Гальки И они туда Они чувствуют Да На запах Приходят И разрывают Прям Едят Да А как же От них Уберечь Медведи А здесь У нас Очищают Чтобы Сюда Не подходили Медведи Бывает Что В контейнерах У нас Здесь В кладовках Уличных Тоже Держат Рулеты Вот эти Моржовые По чхотски Говорить Ну я Я Я Тоже Хочу Разговаривать По чхотски Я понимаю Но Не могу Разговаривать Наверное Потому что Не знаю Может Или И Ну вот Когда мы Здесь Учились В школе Ну В этом В этом В начальной Школе До третьего Класса Учились По чхотски Болтал Всегда Четко Четко Болтал И потом Поехал Учиться Начал Все Забывал Только На русском Общались В основном Дед И бабка Мои были Живы И вот Они все По чхотски Болтали И вот Лечили меня По чхотски Было Вот У меня Есть Амулеты У меня же есть Здесь Вот Обереги Да С чесноком Тоже Ну Вот Вместо Сала Вот Если Сало Мы Нормально Это Ну Его Поешь Голод Можно На целый день Наверное Вечер В Вончоне Наши странники зимуют